А, всем привет, с вами Бодя, и это стали стоматологами на 24 часа, уху, локдаун в Москве, всё прикрыли. Короче, настоящие зубные врачи, а сегодня, как-никак, мы будем звонить Влада А4. Сразу же ставлю лайк, включайте, я не знаю, уведомления, что ещё сказать-то, подписывайтесь на канал, ну и всё в этом духе. Самое главное, чтобы вы не забыли, что у нас сегодня стрим будет 19 минут в Москве, я сегодня дома, господи, мне никуда не нужно идти, потому что, как я уже ранее сказал, всё прикрыли. Погнали! И всем привет, с вами Глент, Серёга, и вы на канале А4. Наверное, вы сейчас удивились, что мы вот так вот выглядим. А это всё для чего? Мы просто хотим пранкануть Кобякова. Мы в настоящей стоматологической клинике, в которую Кобяков записался на приём. И мы договорились с врачами, что осмотр приведём вместо них мы. Кобякову осмотр! Мы специально пяли на парики, чтобы он нас точно не узнал, а ещё... Ты чё, шутишь, серьёзно? Ну ладно, хорошо, это забавно. Чё, у нас есть маски? Ты, кстати, неправильно наделал. Почему это? Синей стороной. Кто тебе такое сказал? У мамы, говорю, синие, когда ты... Напишите в комментариях, какой стороной нужно правильно надевать маску. Здоров, белая, когда ты болеешь. Да вообще, какая разница, какой стороной надевать, это же маска. Кобякович, это просто незабываемый осмотр, но сначала нужно ему позвонить и напомнить время записи. А то он забывает постоянно. И опаздывает. Так, надо голос изменить, как будто я тётенька с ресепшена. Алло, Владислав Павлович, здравствуйте. Вас беспокоит стоматологическая клиника. Напоминаю. В смысле? Реально он-то? А, алло, а вас беспоко... Господи. Мне аж плохо стало. А вы записаны сегодня на приём в 4 кабинет в 13.30. Вы же придёте. Отлично, тогда ждём. Ну что там, он едет? Конечно, приедет. Серёга, у нас мало времени, поэтому давай покажем ребятам, как здесь вообще всё устроено. А, да, это суперинтересно. Пойдёте, пойдёте. Вы просто посмотрите, как здесь круто. А это только первая сторона. Ещё здесь есть профессиональное кресло и микроскоп. Короче, давайте попаре... О, все на месте. Дальше у нас какие-то нездоровые зубы. Наверное, на них ставят опыты какие-нибудь там, или тренируются врачи. Так, какой-то кейс. Так, так. Ты что, пугаешь? Это мы Кобякову сегодня такие челюсти вставим. Да, вставим, будет улыбаться постоянно. Прикольно. У Джокера такая была. Так, ладно. И вообще, зачем здесь эти игрушки? В смысле зачем? Здесь же тоже дети приходят зубы лечить. Их же надо успокаивать, там, развлекать, понимаешь? Точно. Забыл. Продолжаем. Здесь у нас есть какой-то пистолет Джеймс Бонда. Страшно. Э, не направляй. Так, это я понимаю. Пистолет Джеймс Бонда. Пайл какая-то штукенция, чтобы очищать зубки. У меня больше интересует вот эта штука. Какой-то прослушиватель. Это не прослушиватель, это рин... Серега, твои идеи это просто нечто. Ген, нет, вообще выглядит очень технологично. Но тут, правда, есть какая-то радиация. Поэтому я это трогать не буду. Серега, иди сюда, посмотри. Врачебные инструменты. Посмотри, как это выглядит. Их здесь так много. Я такое видел для того, чтобы этот, ну, ровнять стены. Так это такой же шпатель, только чтобы пломбы поровнять. Еще здесь есть вот такие вот очки. Это чтобы пациентам не сильно светил свет в глаза. Защитная. Ну и, конечно же, самое интересное. Вот такая штука. Это как лидар в айфоне, только более профессиональный, чтобы делать сканер челюсти. Засовываешь в рот, ультрафиолетом сканируешь, и у тебя вот здесь 3D-модель твоей челюсти. Очень прикольно. Интересно. Ну, а это будет чуть позже, когда Кобяков зайдет. А еще здесь достаточно странный стул. Сидишься и работаешь. Садись, Серега. Эй, ладно. Да не бойся, я же не настоящий стоматолог. Да вот этого-то еще страшнее. Ничего не страшно, я профессионал. Тут есть какой-то джойстик, я даже не знаю, что он делает. Серега, что происходит? Ничего. Ничего, а так? О, спинка пошла назад. Сейчас. Я тебя поднимаю, чувак, подожди. А ну-ка вниз. Да, прикольно. А если влево? О, все, это уже майба. Хорошо, с этим разобрались. О, все, это уже майба. Как положить пациента понят? Смотри. А давай, когда там парше будет, я не знаю. Отсюда он похож на инопланетянина. Такие ушки. Так это лампу, интересно, какую включить? Наверное, нужно вот так держать. А, прости, Серега. Тебе, походу, и глаза придется лечить. А вот эта штука внушает страх практически всем, кто приходит к стоматологам. Это бормашина. И, как оказалось, это все разные машинки. Например, вот эта может крутиться со скоростью 100 тысяч оборотов в минуту. Можно зуб себе расплавить, прикиньте. А вот эта работает на трех тысячах. И можно спокойно чистить зубки. Нажимаешь на педальку, и пошла жара. А это что за храник? А, это вообще крутая штука. Правая кнопка нажимает на воздух, а левая на водичку. Как бы вам показать? Прикольно? Ага. Руки помыли? Вот такая вот эта инфекция сегодня будет. Вот это классное зеркало в форме зуба. А еще зацените, здесь есть место ассистента. А ну-ка, Серега приляг. Ох, как страшно. Здесь где-то есть слюноотсос, по-моему, это вот эта штука. О, прикольная штука. О, ты ее взял, она сразу заработала. О, да. У нее автоматический запуск, прикиньте. А это пылесос. Это уже когда зуб раскрошили в ноль. Берут эту штуку. И... Все, погнали. О, господи. Что ты боишься? Все... Это когда раскрошили зуб. Хорошо. Страшные вещи, Глент говорит. Сергей, работают профессионалы. Ага. После нас. И, кстати, такая же штука с воздухом и водой есть у ассистента. А это что за подискаф для подводных путешествий? Это микроскоп, Серега. А ну-ка, подожди, сейчас. Серега, походу, в танчике и в самолете переиграл. Правильно. Он прикольно так двигается во все стороны. Пониже. Эээ, какой ниже? Ты куда забрался? Смотреть меня? Да. Только что-то у меня в носу чешется. Я что-то увидел только что. А, мне слепят, Глент. Тихо, тихо, не ной. Может, ты дашь очки терные? Прошу прощения, у нас просто это, бесплатная медицина. Давай. Надо было переплатить. Короче, Серега, я у тебя дырку в зубе нашел, прикинь. Смотрите. Ну это же дырка? Не, на самом деле это не дырка. Это стираемость или скол зуба. Не зря медшколу заканчивали. А посмотри язык. Давай, кстати. Достал его? Угу. Вот это вот вкусовые сосочки на языке, из-за которых мы чувствуем разные вкусы. Короче, Серега, судя по цвету языка, это на всякий случай напиши, кому что завещаешь, что хочешь кому отдать. Эй, сейчас твой язык посмотрим. Не надо. Вот и все. Все, хватит. Так, давай смотреть дальше, что тут есть. Я к стоматологу пойду, только если под наркозом. Ух, ты что? Не надо бояться стоматологов. Они делают офигенную работу. Я не сколько боюсь, сколько устаю так вот лежать. Да, и для вас, ребята, никогда не бойтесь стоматологов. Медицина уже далеко вперед шагнула. Уже давно не больно ходить к зубному. Я однажды за неделю 6 зубов вылечил, вообще ничего не почувствовал. Ну и раз... 6 зубов. На сегодня стоматологи хотим вам напомнить, что даже если ничего не болит, зубы нужно проверять раз в полгода. Не забывайте об... Ну, слушайте, я их постоянно чищу, мне отлично. Вот реально. В этом. А вы, кстати, большинство, те еще забываки. Вот спуститесь и проверьте, нажата ли у вас красная кнопка подписаться. А я говорил людям, своим зрителям, если любите маму, то вы обязательно уже давно подписаны на канал. Либо если нет, то подписывайтесь. Те, кто не любят маму, сразу понятно, что не подписаны на канал. Потому что это такие люди. Вы забыли на нее нажать. И если забыли, то прямо под присмотром врача нажмите на нее. Давайте, давайте, нажимайте. Нажал. Вот, другое дело. У вас все нормально. А у вас должно быть на нашем канале нажато. Вы что? Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Снимаете что-то, да? А, да, это мы снимаем ученикам, первокурсникам. Вы же не против. Ну, это, конечно, все хорошо, но вы в следующий раз предупреждайте, пожалуйста. Да, без проблем, извините еще раз. Кого-то вы мне напоминаете. У нас, это, просто у стоматологов внешность очень распространенная, очень похожа друг на друга. Вы, это, проходите, проходите. Да, проходите. Садитесь, садитесь, очечки не забываем. На тебе, держите. Снимайте свои. Ложитесь. Перчаточки одноразовые не забываем. А то в прошлый раз Серхио как забыл. Ну, не переживайте, мы профессионалы. Я просто боюсь стоматологов. О, нет, нет, не будем. Мы-то, мы, мы 50 лет уже работаем, не переживайте. Ну что, пациент, какие у вас жалобы, рассказывайте. Да, жалоб, в принципе, нету, я просто на осмотр пока что приехал. Ага, на осмотр, значит, да. В принципе, кожа у вас хорошая, нормально вроде выглядите. Здесь ботокс можно подколоть, он, кстати. Какой ботокс? Знакомые хорошие делают. Как говорил мой знакомый боксер, без зубов и зубы не получишь. Так, открывайте рот. Так, я вам буду держать, так, пожалуйста. Ой, Серега, ну ты, конечно, выдал. Ну, Серхио. Без зубов и в зубы не получишь. Ну что значит держать? Давайте расширитель сюда, быстрее. А, точно, да. Забыл. Прекрасно. А обезболивающие вам надо колоть? Обезболивающие? Нет, человека выдержит. О, да, все, нашел. Нашли. Хорошо, отлично. Так, я вот еще с салфетками перчатки протираю. Представляете, у нас все стерильно. Не, ну это похвально, похвально. Голоса у вас какие-то еще знакомые. Разве? Разве? Не, 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 может быть. Как будто каждый день их слышу. Разве, разве? Как будто каждый день их слышу. А что ж тут непонятного? Может вам это, уши надо прочистить, там, не знаю. Сходите, там, в соседний кабинетик. А тут через дорогу. Вот расширитель. Каждый день это делаю по 10 раз вообще, все знаю. Мне интересно, что будет, сейчас чего они будут делать. А, он у нас профессионально расширяет. Давай. Профессионалы. Вылетело, вылетело. У вас, наверное, очень рот большой. Много едите, наверное, да? Так, ну, с пятой попытки точно зайдет. Ага, о. О, получилось. Великолепно. Ага. Оп, все. Все, все готово, значит. Во, прикольно. Ну, вы же, у вас стандарт какой-то есть. Продуть надо, да. Все хорошо, все хорошо. Не двигайтесь, пациент. Подержите муковому. Да, вы не двигайтесь. Ага, ага. Все, чистенько теперь. Слюна от соус. Блевайте. Не, а, 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 а. Шутка. А, да, да, это шутка. Это шутка. Ладно, это было забавно. Ну профессионально. Так, заработал. Так-так-так, спокойно-спокойно. Лежим, не переживаем. Он сейчас заберет флюнки ваши. Это из-за слова, прям, скопления, серфио. Ага. Все нормально? Чикатто. Так, дальше у нас идет осмотр. А для осмотра нам понадобится вот это. Ага, да-да. И вот это. Это зачем, это это? Это зачем? Так, я здесь доктор. Это чтобы по зубкам постучать, проверить звук. Мы здоровые зубы на звук проверяем. Вот, не бери, не бери, не бери, не бойтесь. Здоровые зубы, абсолютно здоровые, но... Что-то цвет не тот. Давайте посмотрим. Вот, С4, вот ваш цвет зубов. Боже, тебе закладывает мины на Б. Ха-ха-ха. Значит, зубы у вас здоровые, но не по... Не мешало бы их, конечно, отбелить. Налет убрать, там, зубную ткань прочистить. Вы согласны? Да. Серфио, пройдемте со мной. Ага. Так, вы посидите, полежите. Короче, я предлагаю его пранкануть. Предлагаю взять огромный шприц, скажем, что будем колоть обезбол, а там, на самом деле, будет ополаскиватель. Он так испугается. Давай. Так, огромный шприц где-то тут. Это просто идеально. Так, теперь берем ополаскиватель. Давай, Серега, соси. Не пойти, отстой. Давай, открой, заливай. Ага. Все, погнали. Так, вот, собственно говоря, для того, чтобы сделать чистку, нам будет необходимо сделать небольшой уколчик. Лежите, лежите, лежите. Так, 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 стой. Тихо, 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 тихо. Спокойно, спокойно. Давайте, все хорошо. Вот так. Мне жалко, как объект. Вы уверены, что такой шприц нужен? Да, обязательно. Вы в старости со своими зубами хотите ходить? Хочу. Ложитесь. И главное, ничего не бойтесь. Да, да, да. Ротик открываем. Ага. Оп, прополаскиваем. И выплевываем сюда. Выплевываем, все верно. Да, да, сплевываем. Сплевываем, ложимся. Что такое? Ничего, ничего, все, все. Идет как нужно. Прочистило, да? Да, 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 да. Как это сделал? Тут ничего вносило. Откуда я знал, что это не ополаскиватель? Пациент, вам нужно сделать чистку зубов бесплатно от нашей клиники. Спасибо. Не за что, не за что. Так, это я уберу, а? Я говорю, Кобяк на халяву всегда ведется. Так, значит, нам понадобится бормаш. Кобяков на халяву. Шинка. Откройте рот. Так, значит, вы водой поливаете, я беру слюну отсос. Да, да. Ага. Ага. Так, что, что, что такое? Тихо, тихо. Ой, простите. Вы что меня облили? Забыли слюнявчик надеть. Теперь вы точно не промокнете. Откройте рот. Язык высуньте. Ага, ага, закрывайте рот. Ну, язык тоже надо чистить. Да, поэтому нужен еще один расширитель. Расширитель. Расширитель, ага. Серхио. Ага. Ну, у нас уже опыт есть. Столько что сегодня был. В смысле только что? Не-не-не, он имеет в виду, ну... Недавно надевал. Да, да, да. Сокный раз. Ага. Сейчас мы будем чистить вам зубки. Ага. Зубная паста с клубникой, да, очень-очень дорогая. Берем немножко пасты. Вот. И как паяльником по дереву. О, нежненько так, бережно. Ой, какие зубки будут чистые. Так, чистка зубов. Как с дитём. Закончено, можете эту штуку снимать. Держите. Теперь вам нужно прополоскать рот дезинфицирующей жидкостью. Сейчас она появится здесь. Ага. Все, пошло. Так, все, можете пить и полоскать. Так, показывайте, у вас абсолютно чистые зубы. Да? Да, очень. А язык покажите. Ага, все чисто. А дайте посмотреть. В зеркало не надо смотреть, потому что отражение света плохо повлияет на белизну зубов. Поэтому у нас есть специальная вот такая технология. Сейчас мы через нее и посмотрим. Это, знаете ли, инновационный аппарат 3D-сканирования зубов. Ого, ничего себе. У вас современная клиника. По последнему слову техникой. Прямо как в Дубае. Так, это 3D-сканер, не смотрите, пожалуйста. Вот, пошла, пошла. Зубы пошли. Вы знаете, мне кажется, нам 4 зуба хватит. По ним мы сделаем вывод уже. Ну, смотрите, собственно говоря, надо удалять. Шучу. А почему они красные? Они не красные, вам кажется. Все, все нормально у вас зубами и чистка у вас хорошая. Можем снимать? Снимаем, да. Оп, все, у вас красивые чистые зубы. Мне жаль Кобякова. Ага. Отсканировали. Что вы еще, Серхио, сделали? Прочистили, прополоскали. Спасибо вам. Вам все понравилось? Да, все понравилось, спасибо. А, совсем забыл, мы хотим подарить вам зубную щетку. Ооо. И обязательно помните, что зубы нужно чистить 2, а лучше даже 3 раза в день. Спасибо большое. 360 градусов, все чистим. Глент, Сергей, вы уже закончили снимать ваш ролик. Глент, Сергей? Что? Что я думаю? Похоже голоса, а это что такое? Тихо, тихо, Кобяков, это был пранк для наших подписчиков над тобой. Чтобы они видели, что нужно чистить зубы почаще. Стоматологов бояться не нужно. Не нужно, да. Мальчики, я вас не хочу отвлекать, но мне очень нужна ваша помощь, понимаете? У нас сломалась система, и все пациенты, которые должны были прийти завтра, пришли сегодня. У нас не хватает рабочих рук. А вы вроде парни умные, учились в медшколе, на скорой работали. Я думаю, вы справитесь. Мы как-то просто не совсем знакомы с работой стоматолога. Может, не стоит? Не переживайте, я вам буду направлять самые простые случаи. Вот ваш друг даже не заметил, что вы не настоящие стоматологи. Так, ну дайте на минутку посовещаться. Ты что стоишь? Ты с вами будешь? Что я буду с вами? Не буду я с вами. Кобяков, я вообще не понимаю, что происходит. Я пришел на обследование, ну ты что, работать заставляю? Ну, пацаны, давайте согласимся, это же прикольно. Целое медицинское резюме себе соберем. Ладно, пацаны, но только потому, что у меня медицинская форма идет. Погнали. Сегодня, получается, будем целый день стоматологи. Только потому, что мне идет медицинская форма, я не могу с ним. Долгами. Короче, это, мы согласны, несите халат ему. Да, замечательно, я сейчас пришлю вам первого пациента. Так, быстро. Кобяков, давай, иди переодевайся пока. Здравствуйте, что вас беспокоит? Здравствуйте, что вас беспокоит? Работает? Да. Так, начинается наша первая рабочая смена, пацаны. Ну что такого, мы уже, вон, Кобякову полечили зубы, поэтому и тут справимся. Да, я тоже, кстати, запомнил, как вы лечили меня, поэтому тоже готов лечить. Э, куда ты сел? Давай, у тебя вообще опыта нет. Не, мам, со мной не надо, я сам справлюсь. Здра... Глент, Кобяков, Серега, это реально вы? Что вы тут делаете? Ролик снимаете? А малой-то шарит. Да, да, все верно. А ты подписан? Да. Ну, тогда приземляйся на кресло. Хе-хе, хорошо, это классно. Слушайте, а когда седьмая часть, пол, то лава? Так, ложись, ложись. Ну, скажем так, у нас есть некоторые планы, а это, у тебя что-нибудь болит? А правда клоун, это один из вас? Нет. Ты что, откуда ты можешь такое вообще подумать? А вы правда дружите в реальной жизни? Ну, конечно, мы же лучшие друзья. Может, давай там рот откроешь, ты все-таки к нам пришел как к стоматологам? Да, очередь там, все дела. А можно с вами сфоткаться? Ну, давай не сейчас, мы вот, видишь, ролик снимаем. И вообще, ты на приеме у врачей, так что давай, присаживайся и говори, что беспокоит. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Вот, давай на камере. Так, ну все, теперь ложись и давай, открывай рот. Как это? Ты же к стоматологу пришел, открывай рот. Так, ладно, я так понимаю, нужно идти через другие, особенные методы. Ты же нас смотришь, да? Короче, предлагаю тебе челлендж. Если выиграю я, ты открываешь рот, и мы тебе лечим зубки. Если выиграешь ты, я тебе на неделю освобождение от физры выпишу. Идет? Идет. Все, я за челленджем. Какой челлендж? Я тоже не знаю. Бля, челлендж очень простой. У нас есть вот такой вот крокодильчик, и мы по очереди нажимаем на эти зубки. У кого крокодильчик закроется, тот и проиграл. Погнали, ты первый. Ааа, ты проиграл! Поэтому все, давай, будем лечить себе зубы. Точнее, надо сначала их посмотреть. Так, ты пока ложись, а мы возьмем инструменты. Блин, что-то я волнуюсь, первый клиент и такой вот капризный. Что, я тоже волнуюсь, ничего страшного. Сейчас все полечим, что там у детей зубов мало? Так, ну вроде нормально. Это что такое? Кобяков, ты что не следишь? Он шоколадку сидит и топчет. Хотите? Так, давай сюда, шоколадку потом поешь. Вообще, сладкое вредно для зубов. Давай, ложись назад. Ну и что? Я вот ем, и со мной ничего не случается. Это пока что, но если будешь много есть сладкое... Да показывай уже свои зубы. Да, у тебя появится кариес, а ты знаешь, что это такое? Нет. Это когда все твои зубы черные, как у бабки старой. И болят. Очень. И знаешь, как это лечится? Я тебе сейчас покажу. Вот такая вот бармашинка. Здесь стоит очень-очень острое сверло. Врач берет и начинает сверлить тебе зуб, понимаешь? Ужас. Вот именно. Подожди, ну а если зубы чисти, то все же будет нормально? Ну это в зависимости от того, как ты чистишь зубы. Вот ты как чистишь? На, покажи мне. Вот держи твои зубы, вот твоя щетка. Как ты чистишь? Ну вот так. Ты что, машину моешь или зубы чистишь? Ну, с такими успехами тебе нужно будет раз в месяц ходить к стоматологу. А как надо? Я не хочу каждый месяц ходить. А Серега сейчас тебе покажет. Давай. Ну смотри, сначала... Кобяков, ты издеваешься? Как так вообще можно зубы реально чистить? Чистишь передние зубки. Вот такими движениями. Вверх-вниз, 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 вверх-вниз. Потом переходим к задним зубкам. И двигаем вперед-назад, вот так вот. Туда-сюда, туда-сюда. И зубы так нужно чистить 2-3 минуты. Капец, это же так долго. И паста невкусная, это же такая скукотища. Хочешь, чтобы у тебя в 21 год были черные зубы? Нет. Ну вот, чище зубы. Ну, ладно. Чего? А теперь ложись, открывай рот. Сейчас будем смотреть, что там у тебя. Ты что, Серега, прикалываешься? Клента только что укусили. На, держи. Так, поворачивайся, открывай ротик. Так, посмотрим. Ну смотри, в целом у тебя с зубами все в порядке. Главное, чистить их каждый день по 2 раза, чтобы не было кариса. И меньше ешь сладкое. Ну все, иди. Спасибо большое. Не за что. И лайки не забывай ставить под ролики. Окей. Да он поставит. Тук-тук-тук. Здрасте. 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 У меня сегодня такая ситуация. У меня сегодня вечеринка. Ну, как у меня? У Тиффани сегодня вечеринка. Ей нужно выглядеть на всех. Тиффани. Сто процентов. Ну, мы сегодня сходили уже в салон красоты. На массаже были. И в парикмахерской были. Ну, ну вот понимаете, запах изо рта. И с этим нужно что-то очень срочно делать. Дамочка, а вы не перепутали случайно стоматологию с ветеринарной клиникой? Мы тут вообще-то людей лечим. И что? Вы с собачкой не справитесь? Ну, посмотрите, какая она миленькая. Ну да, на самом деле. Нам скандал не нужен. Давайте как-нибудь там посмотрим, что мы собаки будем зубочистить. Ну, тогда давайте, пёселя, сами подождите за дверью. Тиффани, малышка, если что, гавкни, и я сразу же прибегу. Так, пацаны, я принимаю решение. Теперь я не главный в этом кабинете. Ты будешь делать процедуру. Серёга, ты ассистент, а я посмотрю. Хитрожоп, блин. Нормально ты, конечно, обязанности распределил. Ну что, это твой первый клиент, нужно с уважением. Серёга, у неё сопли, у неё сопли, давай иди вытри чем-нибудь. Малышка, сейчас тебе вытрут сопли, и потом дядя Кобяков сделает всё, что нужно. Вот так вот. Оп, оп. Всё, 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 не перегибай. Так, Глент, ты поскольку ассистент сегодня, так что ты будешь ассистентом по чесанию за ухом. Без проблем, это я могу. Сергей, принесите мне инструменты, необходимые для чистки зубов. Понял. Борода барашек? Какой барашек? Ты что, не знаешь, как называется эта порода? Ну посмотри, это же чистый барашек. Ребята, напишите в комментариях, как... Я реально не знаю, напишите в комментариях, да. Так, вот всё, готово. Зубная щётка и паста. Ты что? Это же для людей. Нет, почему тут заяц нарисован? Да щит для собак, Серёга. Ну ты чего? А у нас такое есть? Ну, сходи поищи. Прикиньте. Смотрите, пацаны, даже специальная зубная щётка есть. Держите. Что держите? Ты же ассистент, ты чистый. Я держу, я ассистент. Понял. Так, мне кажется, нужно надеть это. Это чтобы не укусил. Ну, погнали. Давай, открой ротик. Кобяков, держи, держи. Блин, не получается. Укровно. О, смотри, там пугать. Пипеть неудобно. Ну, открой ротик. Не получается. Тиффани, детка, вы ещё не всё? Мы... Мы всё. Всё, 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 да. Мы всё сделали. Вычистили, начистили. Вот, держите, пожалуйста. О, у неё всё ещё пахнет изо рта. Это такая зубная паста, она специальная для собак. Через 10 минут пройдёт. Хм, я этого так не оставлю. Придумаешь собакам рты чистить? Я этого так не оставлю. А мы тут вообще не виноваты, мы на людях специалисты. Я вообще ассистент, ребята. А, кстати, забираю обратно пост главврача. Пока никаких гостей нету, может потренируемся? Я это тут подготовил. Зубы тренировочные. Ну давай, тащи стол, а я тебе подам бормашинку. Всегда боялся этого сверла. Так, держи, Серёга, садись. Это дело ответственное. Так, для начала проверим, работает ли. Ага, работает. Так, вроде бы берём как ручку и приступаем. Это же неплохо смотрится. Попробуй. Попробуй. Я боюсь, мне АП дадут. Ты чуть дырку не выпилил. Опа, новый клиент. Так, давай на место. Здрасте. Можно? Можно проходите? Я тогда, наверное, лучше пойду. Да, стойте, куда вы уходите? Вы же по записи? Нет, только просто посмотреть. Мне как бы не мне, ну как объяснить? Так, стойте. Если вам нужно посмотреть, вы проходите, ложитесь. Мы вам посмотрим. Может быть, вы мне как-то отсюда посмотрите? Мне просто осмотр, может быть, я постою, а вы посмотрите просто. Так, не вариант. Проходите, присаживайтесь, сейчас будем смотреть. Понимаете, я просто с детства очень сильно боюсь стоматологов. Я когда вас вижу, у меня аж дух аж захватывает. Вы не переживайте, мы профессионалы, мы свое дело знаем, ложитесь. Вас будет сегодня лечить, вот, Владислав Павлович, Кобяков. Я Кобяков. Ну ладно, я могу, если хотите, вам микроскоп что-нибудь посмотреть или... Короче, Кобяков, давай делай. Так, надо его успокоить. Давайте все вместе. Вдох и выдох. Легче стало? Да не очень. Слушайте, у меня есть идейка, сейчас принесу. Вот, посмотрите, лучше на свет, на новое оборудование наше, крутое, дорогое. Нет, на это ты зря смотришь, мужик. Это самый клевый антистресс, попробуйте. Так, дайте-ка назад. Я, как понимаю, не помог, твой антистресс. Так, я сейчас кое-что принесу, а ты давай, посмотри, что там с зубами. Не беспокойтесь, сейчас мы вам посмотрим зубки удаленно, не прикасаясь к ним. Вот, уже наехал. Открываете рот. Так, что ж, что такое? Так, давайте не будете закрывать рот, а просто откройте и подержите буквально минутку. Ты хоть что-нибудь увидел? Нет, не успел. Еще раз. Молодой человек, я вам вот тут чай с ромашкой заварил. Он успокаивающий. Правда? Что ж, у вас так рука трясется, сейчас приподнимем вас. Держите. Спокойно, спокойно, спокойно. Зуб болит. Кобяков, что ты ему дал? Чай горячий. Горячий чай? Так все понятно, у вас сильная чувствительность зубов. Ничего лечить вам не нужно. Вы просто, когда чистите зубы, не давите на щетку и купите ее помягче. Вот и все. Я, конечно, понимаю, вы руки накачали, но силу что-то не подрасчитали. Поэтому вам лечить точно сегодня ничего не надо. Правильно я говорю. А, да? Да. Так я тогда пойду. Да, давайте. Спасибо, парни. Да не за что. Ага, давай. Спасибо. Бывай. Да, вылечили, так сказать. Жал, как маленькая девчонка. Вот он. Настоящий. Вообще-то по статистике... Пиши, приколистые. Арни, стоматологов боятся чаще, чем девчонки. А вы боитесь стоматологов? Напишите в комменты. Да, напишите в комментариях. О, по-моему, следующий стучится. Прием сегодня, конечно, жаркий. Ёл-донтисты. Ты что обзываешься? Да нет, нет, нормально, это стоматологи типа. Эээ, здрасте, здрасте. Есть одна тема на заводе. Сыкрутые пацаны так ходят. Кулгансты, ено. Я не понимаю, может ты над кабинетом ошибся? Там психологическая клиника рядом. Короче, пацаны, мне нужны самые четкие грилсы. Прекайте. Грилсы, это что-то с медведями надо ему... Не, это когда зубы светятся в бриллиантах все. Ну, присаживайтесь, посмотрим, что там у вас. Здорово. Здорово. Опа. О, сидушка зачет. Кожа натуральная, аллигатора. Ммм. Так, покажите, что там у вас. Окей. Так, нам с коллегами нужно секундочку посовещаться, какие там брюлики вам лучше подойдут. Кобяков, есть идея? Есть у меня один знакомый, который съемными грилсами занимается. Позвоню ему, поставим и скажем, что все, это навсегда. Короче, вы тут его подзадержите, там, порассказывайте что-нибудь, посматривайте. Минут 30... Давай, давай, дуй уже. Арбузы моешь? А? Ты перед тем, как арбузы есть, моешь? Эээ... Да... Не понял. Тула, доберите в голову. Неважно. В общем, перед тем, как мы установим вам те самые офигенные брюлики, надо нам сделать некоторые обследования вашей полустирта. До базара ноль, пацаны. Кстати, зацените пару строк из моего будущего альбома. Мои зубы, как ледорубы, дороже, чем ваши автоклубы. Вов, это сейчас очень модно. Угу, у всех рэперов, даже Дрейк так делает. И, опа, все, готово. Открывайте рот пошире. Ага. Угу. Пока все идет нормально. Слушай, ну вот тут будут грилзы. Кобяков пока еще идет с коридора, нужно сделать слепок, чтобы было более комфортнее носить грилзы. Верно. Здесь, смотрите, смесь специально на розовый цвет. Размешиваем эту смесь с водой и получаем вот такую вот массу. Берем формочку и накладываем вот сюда вот. Вот так вот, вот так вот. И теперь понесли приклеивать. Открывайте рот пошире, зажимайте. Теперь ждем 2 минутки. Ну-ка. Ммм, отличный слепок. Ну, 3 зуба точно есть. Ты чего, здесь все 14, иди положи его вон туда. Слепок готов. 14. Грилзы уже можно ставить. Ну, как у вас дела? Нормально, вот только что слепок сделали. В таком случае оставьте это на меня, а с вами пойдемте пока слепок посмотрим. Пойдемте. Так, все под контролем. Давайте просто сделаем вид, что мы что-нибудь важное обсуждаем. А потом я пойду. И я тут наклею ему. Разве так можно? Ну да, прикус вроде правильный, поэтому можно сразу устанавливать. Я пошел? Давай. Кобяков. Вообще четко блестят. У меня все парни, я завидуюсь на моем районе. Ладно, пацаны, мы нормальные типы. Оп. Я вам посвящу, короче, пару слов на своем треке, но даже, может, на альбоме. Очень ждите на всех чартах страны, пацаны. Я понял, вот так он будет петь. Да, это... Кобяков, уходи сюда. Лучше скажи, чего он так шепеляет? Да, размер чуть-чуть не подошел. Как он будет треки записывать? Ну, главное, что он доволен. Ну, надеюсь, остаток смены придет так же гладко. Парни, спасибо вам за вашу помощь. Пациенты на сегодня закончились. Вам понравилось быть стоматологами? Очень понравилось. Весь день на ногах, не знаю, это надо любить это дело. Ну, да, тут зато много нового узнали. Спасибо вам еще раз, вы можете переодеваться и до встречи. Ладно, ребята, надеемся, что вам понравился этот ролик. Если это так, то обязательно поставьте ему лайк прямо сейчас, если еще не поставили, он снизу. Ну, а с вами был Глент, Кобяков, Серега, всем пока! Глент! Короче, я могу сказать так, что это реально очень трудная профессия, и на самом-то деле это нужно иметь очень хорошую выдержку. В общем, пишите в комментариях, как вам ролик. С вами был Богдан. Сегодня стрим в 19.00 по Москве будет. Всем огромнейшее, на и огромнейшее спасибо за просмотр. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok